Вот это наш небольшой участок, который, как говорится, нас кормит, выращиваем мы здесь для себя. И вот за эту площадь, где-то порядка четырех с половиной соток, я должен платить 1381 рубль в месяц. Такая баснословная сумма Ивану Сергееву пришла за холодную воду. Летом в сельских поселениях, таких как Шенгальчи, она в основном используется на полив. Мужчина не понимает, неужели цены настолько выросли. Получается, что купить овощи в магазине ему выходит дешевле, чем выращивать у себя на участке. И вот установлена у меня во дворе кубовая емкость. С этой емкости я уже на улицу раз в три выливал воду, чтобы ее порожнить, через верх не лезла вода. Воду семья Сергеевых тратит очень экономично. Поливают дождевой, а из водопровода используют только для питья. Но платежки все равно высокие. Тариф 32 рубля за кубометр. Значительных повышений не было. Рассчитывают от площади участка. Так почему в мае за холодную воду пришла такая сумма? Оказалось, что коммунальщики насчитали у Ивана Сергеева 10 соток, хотя по факту не больше пяти. С этим вопросом мы обратились в жилкомсервис. Тогда они должны подойти к нам с заявлением, предоставить документы на земельные участки и на дом. То, естественно, им будет произведен перерасчет. Перерасчет сделают. Однако, как избежать таких казусов? Наш герой решил поставить счетчик. Но и тут сложности. Я собирался установить счетчик на воде и платить по счетчику. Но по техническим условиям, каким-то, откуда они их взяли, это сейчас невозможно. Счетчик должен стоять на улице в колодце индивидуальном. И этот колодец должен еще плюс находиться за забором, за территорией участка. По закону, чтобы вести учет воды, необходимо поставить счетчик именно туда, где происходит врезка, то есть под землю. Для этого необходимо вырыть колодец. Но как снимать эти показания, особенно пенсионерам? Согласно 354-м постановлению, как раз это наша обязанность раз в полгода проверить прибор учета. То есть мы сами спустимся, проверим. Если потребитель для удобства может установить счетчик у себя в доме, где ему удобно, на кухне, в погребе, где он обычно привык. И там может смотреть и передавать показания нам по телефону. Конечно, это все влетит в копеечку. Теперь уже собственникам решать, как поступать. Платить по нормативу, либо устанавливать счетчики. Но если возникают какие-либо вопросы, либо проблемы, можно обратиться в жилком сервис, прийти в офис на строителей 6, либо позвонить по телефону. Асуар Сланова, Ренат Харасов, Новости НТР.